Всем привет! Рада, что вы открыли это видео. Сегодня хочу приготовить с вами пирог, летний-летний-летний абсолютно пирог с садовыми яблоками и грушами. Готовится довольно просто. Я буду использовать для него миксер. Вы можете все это, конечно, делать вручную, вымесить. Ну, с миксером, конечно, быстрее. Что делаем? Итак, просеянную муку отправляем в чашу миксера. Туда же у нас идет яйца. По количеству все напишу в описании. Не переживайте. Туда же у нас идет сливочное масло растопленное. Сметана. Получайная ложка сахара. Пол чайной ложки соды. Сипотка соли. Сейчас мы все это будем вымешивать. Я вижу, что я забыла крюк для теста вставить. Сейчас вставлю крюк для теста и будем вымешивать тесто. Итак, крюк найден. Закрываю ее в миксер. И начинаю вымешивать. Сначала на маленькой скорости, потом на средней. Не знаю, за сколько оно вымесится. Не помню точное время. Скажу вам в конце. Пока тесто будет меситься, можно заняться грушами и яблоками. Мы их сначала разрезаем пополам, вырезаем сердцевину, убираем черенок, косточки, все лишнее короче. И яблочки и груши нарезаем ломтиками небольшими, дольками. С этим вы сами пока не справитесь. Я параллельно буду резать. Так, включаю миксер. Остановлю на секунду. Я забыла сказать, что яблоки и груши я очищаю от кожуры. Ну, то есть мне нужна только мякоть. Не забудьте. Так, у меня прошло примерно 5 минут. В 6. Вот такое тесто получилось. Теперь мне нужно его завернуть в пищевую кленку и отправить в холодильник на полчаса. Тем временем нарезать яблочки и груши. Итак, я нарезала яблоки и груши на такие долечки. На такие полумышицы. Сейчас перейдем к плите и будем их карамелизировать с сахаром, с лимонным соком и корейкой. Перейдем к плите и перейдем. Итак, начинка из яблок у нас продолжает готовиться пока на огне, займемся тестом. Нужно раскатать круг. Приблизительно толщина теста должна составить, я думаю, что 5 мм. 5 мм достаточно, но не тоньше. Что теперь мы делаем? Нам нужно вырезать круг по нашей форме. Лишнее тесто откладывайте в сторону, оно нам еще понадобится. Теперь нужно форму смазать сливочным маслом. Так, я забыла масло в холодильнике. Сильно не надо, у нас само тесто с маслечком ничего страшного, что его будет чуть-чуть совсем. И аккуратно нужно перенести тесто в форму. Должно получиться тесто с бортиками, поэтому чуть-чуть поднимаем края, поднимаем края и сформировать из них по емочку. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. У меня тут маленький рыбон, вот так и должно выглядеть. Что мы делаем в следующем? Сейчас я посмотрю нашу начинку. Начинка практически готова. Я убавляю до минимума. Тесто в сторону. Еще раз раскатываю оставшееся тесто. Из него мы режем тонкие полосочки и украсим наш пирог сверху полосками. Так будет симпатичнее. Раскатали тесто и нужно нарезать его на полосочки. Полосочки по идее должны быть по диаметру формы. Итак, полосочки готовы. Я включаю духовку на 200 градусов. Духовка разогревается. Что я делаю? Сейчас мы будем наши карамелизированные яблочки и груши перекладывать в форму. Я им дам чуть-чуть остыть, чтобы тесто у нас не поплыло. И будем украшать наш пирог. Так, вот наша форма. Вот наши карамелизированные яблочки и груши. Они должны получиться коричневого цвета. Главированные. Боже, главное. А теперь сковороды. Разравниваю их по всему периметру нашего пирога. Что теперь я делаю? Нужно нанести сеточку сверху на наш пирог. Лишнюю в сторону. Главомерование, конечно, так себе. Если вы хотите, чтобы пирог был идеальный, идеальная светочка, то воспользуйтесь, конечно, каким-нибудь... Да хоть линейками, на самом деле, можете и воспользоваться. А для меня... Главное успеть до момента, когда у меня ребенок придет из садика и захочет попробовать этот пирог. Так что я делаю по-быстренькому на глаз. Вот так. Я надеюсь, вам видно получается. Что я делаю теперь? У меня один желток. Я им немножечко смазываю всю поверхность сеточки. И так все готово. Духовка пропищала. Отправляю я свой пирожок запекаться при 200 градусах. Будет он запекаться 35-40 минут. Посмотрим, что получится. Итак, прошло 35 минут. Пирог готов. Он подрумянился. Точно начинка уже была готова. Соответственно, нам нужно было только, чтобы тесто пропеклось. Оно 100% пропеклось. Пахнет яблоками. Будем резать? Да! Ты будешь пробовать? Да! Самый вкусный кусочек для тебя отрежу. Да! Он уже как раз подостыл, пока мы с тобой в садик ездили и в садик ехали. Да! А кот? А мама? Мама тебе вкусный пирог поспекла. Да! Надеюсь, что тебе понравится. Да! Да! Не понравилось? Да, мам! Не понравилось? Вот тебе кусочек. Попробуй. Да! Да! Не понравилось? И что-то? Что-то, да? О-о-о-о-о-о! Попробуй! Что-то? Да! М-м-м! А как вы неплохо? О-о-о! Помоши пока-то! Да! Пока-о-о! Подписывайтесь на канал! Все. Ставьте лайки. Лавки. Ставьте лайки. И пихите ноги.